Ребята, всем привет! Карина теперь тоже снимается в реакции. На самом деле, мы с Кариной давно уже снимали реакцию на наше старое видео. Мы просто решили повторить, тем более, что я в последнее время ударилась в реакции. Поэтому, мне кажется, это будет классно. А если вы хотите посмотреть, как я и с Карины делаю лысую, то переходите по ссылке в описании и смотрите, какой лысой Карина получилась. Мы ржали! Да, и сейчас будем ржать, я уверена. Очень много закрытых видосов, и я думаю, что будет классно, если мы снимем реакцию на что-то именно закрытое, что вы, к сожалению, не можете уже посмотреть. К большому сожалению. Ой, как жаль. Может открыть, но не получается. Очень хочется, но никак не получается. Это еще не старое, нам долго. Ну ладно, расскажи, как тебе? Что? Сидеть здесь. Мне нравится, я чувствую себя в тусовке реакчиков. Реакчиков, реакчиков, не знаю, как правильно. Не, ну мы реально с тобой давно это снимали. Я бы, наверное, не рискнула занять место с Лавой даже на один раз, чтобы снять с тобой реакцию. Я думала, кстати, об этом. Но на наши видосы вообще без проблем, тем более вот только что ты посмотрела реакцию. Ну да, есть, да, предыдущие. А, вот, смотрим старое видео 14-го года. Постоянно снимаем реакции. Ну да, ну что, наверное, на влог надо снимать реакцию, не хочется на теги, теги реакцию на влог. На влог какой? Ну какой-то. Ну это не так далеко. Это я уже в универе учусь. Это уже мы нормальные. А это все равно далеко, все равно. Ну да, это не слишком старое. Цели на 2016. Может быть, посмотрим твои. Так интересно, что там за цели. Это что, первое видео твои? Нет, нам еще идти, идти. Там что, там же со школы мы. Сейчас рулетка. Осенний влог с дачи мы снимали? Ой, я не знаю. Он открыт, да. Мы не знаем, на какие снимали. Потому что мне кажется, он у меня просто палец отгрызает. Мне кажется, мы у тебя снимали на эту реакцию. Ой, я не знаю. Мне волнительно, потому что я не хочу повторять. Только что сказала Карине. Надеюсь, мы не будем опять снимать реакцию на то, что мы уже снимали реакцию. Так, влоги из Лодана не то. Ты мне их закрыла? Да. Почему? Да, старый. Когда я поехала учиться, не знаю, мне не нравится. Блин. Я там очень тупая. Прям сумасшедшая. Интересно. Царик, кто из вас? У нас много. Фотосет для iSwix Shop. Это, кстати, не очень. А я помню этот фотосет, кстати. Я тоже помню этот фотосет. Ну, я не знаю, будет ли там интересное что-то, но можешь пока открыть во следующей вкладке. Ну, да. Моя булочка. Просто тут может быть не очень много тебя. Ну, да. Ну, да. Вау. Тоже верно. Я раньше говорила ежели. Это просто ужас. У меня, кстати, есть офигенная история о том, как я перестала говорить слово ежели. Короче, типа, я раньше говорила ежели, а правильно нежели. Заценили кружку, из которой пьёт Карины. С Новым годом. И знаешь, кто мне сказал, как правильно говорить? Кто? Это такая дебильная фигня. Стас Шмелёв. Мы с ним переписывались в ВКонтакте. И что-то я ему пишу, такая, типа, умная, взрослая. Ну, знаешь, ежели... Он такой, типа, Юль, нежели. Я такая, типа, да, я знаю. Это Т9. Это мой брат за меня просто писал по моей диктовке. Ну, короче, и вот, представляешь, один раз он мне сказал, и я чувствовала себя такой тупой. И я это так запомнила, и думаю, кошмар. Блин, ну Стас Шмелёв, что сказала, это жёстко. Это же вообще, ну, типа, ранетки. Ну и что? Не, я к тому, что это такой великий человек нашего детства. Рэпер в ранетках. Вау. Я хочу посмотреть, насколько много тут, но мне кажется, всё равно было бы прикольно. Я смотрю, тебя тут много. Вот нас фоткают. Ай, смотри, шоп. Слушай, я вот настолько старые влоги вообще не смотрела. Ну, давай пока ещё искать. Я уверена, мы что-то найдём. Ну, кукинги, это жёстко, конечно. Ты не хочешь. Ну, кукинг можно, мы ещё не снимали реакцию на кукинг. Я с удовольствием сниму реакцию на кукинг, но там столько жести. Я помню, ты говорила, типа, давай не будем ворошить прошлое, где мы рыбу вытряхиваем. Ну, можно просто вырезать, если что-то. Не знаю, там в целом смешно. Ну, давай. Только что мы здесь готовили? У нас же разные кукинги были. Они все. О, это что, просмотры? Да, миллион девятьсот. Офигеть. Люди любили наши кукинги и влоги с дачи. Это две вещи, которые нас очень вытянули наверх. Наши якоря. Да, но я думаю... Наоборот, подожди. Якоря вниз. Они нас вытянули на дно. На дно Ютуба. Ну, когда якоря, типа, поднимают, мы с этим поднимаемся. Угу. А они у меня, кстати, интересно, закрыты? А первого нет, значит. Серьезно? Угу. Видимо, удалила. Это самая первая страничка? Да. Тест на терпение, он закрыт? Да, ты что, с ума сошла? Ты посмотри, если так полистать, у меня тут все нахрен закрыто. А ты это сейчас записываешь экран, да? Ну да. Ну да, ужасно, что первого кукинга нет. Интересно, почему. Ну, самый популярный третий. Ну, давай. Ну да. Третий, думаю, будет смешно. Поездку в Болгарию, может, и в Грузию потом еще посмотрим. А там отстойные видео. Там у меня не очень они классные получились, потому что они получились короткие, и там очень много, куда я вставляла музыку, где просто нет музыки, пустота. Потому что музыку сняли. Дебелин. Мне нужна какая-то там... Чё надо? Ладно. Мне не нравится, что блеск моё губы щипит. Так это нормально. Я знаю, знаю. Но я, когда ем чипсы, не хочу ментол. Смотрим. Третий кукинг. О, 19 минут всего идёт. Всем приветик. Меня зовут Юлия Пушман. Нас, фамилия официально. А это моя лучшая подруга Карин Кспарянс. И сегодня мы снимаем кукинг. Мы его не снимали уже, наверное, год. Ну, может, месяца 8. Но немножко припозднились. Если хочешь что-то сказать, ставишь на паузу вот здесь. Спасибо, это приятно. Я знаю, я смотрю ваши реакции. Не, я уже хочу сказать, что я похожа на какую-то эту... Как это сказать? Выпищу как будто, или что ты имела в виду? Нет, как это сказать, прибамбашина. Ты на мою тоже прическу посмотри, у меня вообще что с головой? Ладно, про всё остальное вообще молчу. В общем, сегодня мы будем готовить мясо. Тушить мясо. Очень вкусненько должно получиться. Дай бог. Там как-то рис варили тут. Вот, мясо, значит, и картошку. Тоже домашнее так. Да. И потом мы сделаем сырники себе. И на утро, получается. Потому что сейчас мочь. Так что, let's go to the beach. Давайте приступим к готовочке. Let's go to the beach. It's let's go to the beach. Let's stay where we're gonna stay. Ужас. Просто ужас. Мне нравится. Мне стыдно всегда такое смотреть. Мне, честно, не верится, что это я. Я была такой странной. Не, я была ребёнком просто. Ну да, но на нас смотрели и хотели быть всё равно похожими. Наши дружбы. Да, вот я типа сейчас... Нет, дружба, да. Просто наверняка же есть люди. Если вы есть, напишите в комментариях. Если вы тогда на нас смотрели, думали, блин, они такие красивые. Хочу быть как они. Красивые вряд ли. Но крутые точно. Ну, крутые, потому что нам было пофиг на всё. И мы просто угорали. Подружки типа такие. Такая ролевая модель в дружбе. С самого детства. Так круто, что мы это сейчас смотрим. И столько лет прошло. Это 14-й год, по-моему. Это сколько? Шесть, семь лет. Калькулятор даст. Ты понимаешь что? Семь лет только с этого видео. Это сколько лет мы уже дружим? 15? 25. Вааа. Не знаю. Ну нормально, типа... Много, да, мы дружим лет 9. Каждый год. У нас всегда одна цифра. Мы всегда каждый год. 9 лет где-то дружим. Это 14-й год, ты сказала? Короче, мы дружим где-то с моих 10-ти, с твоих 11-ти примерно. С шестого класса моего. Наверное. Ну, 12, например, тебе было, не знаю. Ну да. Окей. Это значит уже 12 лет. Нормально. Мне нравится такая дружба. Да. Хм, офигеть. Итак, у меня в руках молодой картофель. Расскажи, что о нём знаешь? Я знаю, что он молод. Юный молод. Не опытный, не мудрый. Вот я стою. Сейчас его жизнь помотает. Сейчас я его хорошенько сполосну. Стою его. Кусок телятина. Простите, веганы-вегетарианцы. Ну вот. Кусок мяса. Похоже на печень, по-моему. Но это мясо. Мы будем тушить мясо. Для этого нам нужно взять кусок мяса. Серьёзно? Порезать его. Или раньше. На гигере. Серьёзно? Да. И... Сученька. Надо вкинуться, надо, надо вкинуться. Чё? Это только я говорю. Только я. Чистить картофан. Вот. Порезать мясо такими, знаете, кубиками, как... Кубиками, наверное. Как большая клубничка. Сейчас покажу, как его разница. День до Маняма. Покошкина песня, помнишь? Да, конечно. Из твоей... Поездки в Болгарию, да. Да, День до Маняма, я помню. Ты меня... Меня мама не отпустила в лагерь, я очень хотела. Ты тоже туда могла поехать? Ну да, меня мама отпустила, и я в этом лагере попробовала все алкогольные напитки. Наверное, поэтому моя мама не хотела, чтобы я туда поехала. Слушай, я не знала, что я... Я не знала, куда я еду. Кто не в курсе, у меня была сумасшедшая поездка лет в 14 в лагерь, я должна была туда поехать на тот момент со своим, типа, парнем. Ну, как парнем, да, но там, если что, вообще, ну, типа, детские отношения, не надо думать там всякого. Никита. У меня был парень Никиты, да. Короче, и мы должны были туда вместе поехать, потому что это он меня подбил на эту всю тему, типа, го, поехали. Короче, классный лагерь, Болгария, туда-сюда. Я такой, го, поехали. И, короче, в итоге мои родители все, оплатили путевки, поездки, все, я такая, ну, все, типа, поехали. Он такой, не, я не поеду. Типа, я просто одна никогда бы не поехала в какой-то лагерь в другую страну. Для меня это было очень, ну, как бы, стрёмно тогда. И я, получается, понимаю, что я еду, и я буду спать в комнате с какими-то незнакомыми девочками. Одно дело с подругой поехать в лагерь, прикольно, а с незнакомыми девочками. И вышло так, что я попала в тусовку девочек, которые были старше меня, одной шестнадцать, другой семнадцать. Они лютые тусовщицы, они уже давно там жили всякими жизнями взрослыми и так далее. А мне четырнадцать, я такая, типа, а что здесь происходит, а где, когда у нас начнется свечка? Мой ангел, ничего не надо, ты потом... Ну, не надо, ну, не такой же ангел. Но суть в том, что три недели я там, блядь, три недели каждый день мы ходили в бар, потом в клуб. Ну, короче, это была лютая дичь, жесть. Может быть, когда-нибудь я расскажу сумасшедшие истории, которые там со мной были, и я маме писала смс, типа, мам, привет, я текилу попробовала. Мама такая, нормас. Нет, я думаю, что, может быть, так как тебя позвал твой молодой человек, я и не намеревалась с тобой, но, возможно, когда он слез, с путёвки, слез, слетел с путёвки этой, ты меня звала, но меня в любом случае не отпустили. Ну, я не знаю, что там как-то, но я просто помню, что он меня подставил очень сильно. Зато ты хорошо провела время. Я офигенно провела время. Я там поправилась килограмм на 15, мне кажется. Ну, а ты что, пила текилу? Я пила всё. Виски, текилы, водки, причём водка палёная какая-то была. Ну, короче, это сумасшествие, зато... А, нет, сейчас тоже пью. Хотела сказать, зато сейчас! Ну, нет, я только вино, он более такой... Аристократ, когда он пьет. Поэтому... Детство нужно для такого. Это я просто обожаю. По взрослой жизни можно просто повинчить с подушкой. Да, спокойно посидеть. Ну, ничего, зато есть что вспомнить, молодость. А чего вообще, да, с Дим Даманьямов, всё понятно. Да-да-да, и там в клубе эта песня была, я не помню, как там поётся, что-то типа... Дим Даманьямов. Так и поётся. Кто знает название, напишите туго. Да, давай, Дим Даманьямов в Google пишешь, и всё будет сразу. Ну, ладно, пофигу. Да? Ну, я думаю, да. А где мой мобильник? Дамой. А, ну, так далеко. Извините, это очень важно. Всё, едем дальше. Немного? Зачем много? Она сказала выбрать самые мелкие, ты выбираешь самые большие. Да, я забыла. Кусочки примерно такого размера, они очень большие и очень маленькие. Я думаю, даже на завтрак останется. Так мило. Мы сможем устроить себе очень сексуальный ланч. Мы можем выйти из комнаты в халатах, такие. Клубничку взять. Так, туда-туда тушим. О, она сделала погромче. Всё, хватит картошки, Карина. Да. Да. Чуть меньше, Марина, наверное. Ты сюда мясо закинула. Вот такие странные с тобой. Почему? Не знаю. Просто ты всегда была такая, знаешь, как будто пришибленная маленько. Вот эти вот постоянно какие-то... А я тоже. Но я как будто по-другому пришибленная. Ну, короче, мы нашли друг друга, я не знаю. Нас кто просто... Это так. Просто мы обе прищибленные, но по-разному. И мы соединились и стали одной прищибленной компанией. Да. Ну, вообще, когда снимаешь видео и хочешь быть интересной, тебе кажется, что такие вещи, как гиперболизировать свои движения... Я сейчас не просто прошла какого-то фига, как паучок пробежала. А мы так до сих пор делаем. Ну, ты меня когда снимаешь, когда я к тебе иду, я бегу как сумасшедшая. Ну, да. Я не знаю, зачем. Камера мы тоже так делаем. Да, в том-то и прикол. Я мясо. Да, завтра затушим. Сказала, чтобы, типа, закрывало. Вот, закрывает. Так, сейчас я буду ставить картошку. Ложку чайную. Это мало, нет? А, не знаю. Есть что потом посовем? Самое прикольное, что мы вообще, как бы, ни разу не повара. Поэтому для нас... Не очень. Если один говорит, что надо чайную ложку, а другой... Это просто... Это ты, Крэй. Это ты, Крэй. А что недавно было прикольное на мероприятии? Ничего. Была какая-то дичь на мероприятии. Что там у тебя упало? Что ты подошла к какие-то эти... Канапешки что-то посмотреть? Что у тебя было? Что-то смешное было? Какое мероприятие? На диваж. Я не помню. Какая-то фигня была. А, у меня упало ананас. Ну, это не так. Ну, это... А, у тебя упало на пол. Ты что-то ела. Я сейчас сижу. Причём я сижу... Короче, я не знаю, так странно. Вот мы обе пришибленные, но в разных, как я уже сказала. Я просто сижу спокойно, ну, типа, чего-то жду. Карина там ходит, что-то тут всё делает, так что-то берёт, посмотрит, тут посмотрит. И что-то она взяла пожевать. Я не знаю, что это было. Она масики маленькие. Но суть в том, что Карина ест, такая стоит, ест, ест, и потом у неё просто шмяк на пол падает. И Карина такая, типа, стоит, такая. Женщина подобрала, помогла мне. Я так ржу и просто подбегая женщина, берёт такая рукой, ничего страшного. Так и было. Ну да, я такая рассеянная. Ну а что поделать? Я как твой дом всегда портила. Неуклюже, я бы сказала. Когда у тебя она чувствовалась. Но не могу сказать, что... Меня, конечно, это очень часто бесит, когда это происходит на моей территории, потому что мне потом это убирать надо. Когда это происходит где-то, я просто угораю с того, что иногда Карина делает. Ну ты это не специально делаешь, с кем не бывает. Но да, вот если даже вспоминать времечко вот это, где мы с тобой снимаем, сколько ты ко мне приходила, всегда обязательно чут упадёт, рассыпется, разольётся. Я всегда так волновалась, когда ты ко мне приходила. Ну сейчас она мне компьютер зальёт. Я всё нечаянно делаю. Я знаю, в этом и суть. Если говорить, что это мало, то это как бы значит, что никто из нас не знает, как много, как немало, как звезло норма. Иван, ты видела вообще, что я сделала? Ну да, ну чё. Ты же. Неудивительно, типа. То есть у меня даже реакции никакой не было. Ну да, вообще я даже глазом не повела. Типа, как будто я бы больше удивилась, если бы ты просто насыпала аккуратно, сколько надо. Как у тебя здесь чипа? Да, всё. Чипа. Перфект. Перфект ту. Кофе. Соль. Давайте по порядку. Мясо нужно купить. Порезать. Нет. Надо закончить школу, устроиться на работу, заработать деньги, пойти в магазин. Ну, это не обязательно. Короче, мясо режем. Ставим. Ой, не ставим, а короче, кладём в кастрюлю. Добавляем подсолнечного масла. Надеюсь. Да-да. Сколько? Я... Знаешь? Интересно вот что. Мы с тобой посерьёзки это готовили и, типа, думали, что кто-то по нашему рецепту будет готовить. Это, кстати, я об этом тоже не думала. Я всегда, когда снимаю кукинг, я вот даже сейчас особенно, когда я, ну, думаю, снять кукинги, ну, блин, надо всё идеально рассказать. Я же, ну, типа, не повар. То есть, я не профессионал. Да, я могу там что-то рассказать, что я умею готовить, но, мне кажется, все и так умеют это делать. Это несложные блюда, например. И мне всегда кажется, что я должна чётко рассказать, что зачем, какие ингредиенты, сколько грамм чего. По сути, мне кажется, всем так пофиг. Ну, я не знаю, может, кому-то не пофиг, кто-то готовит по нашим рецептам. Но вот это, в принципе, тут, ну, ничего такого. Тут, по сути, можно и не рассказывать, просто смотреть, что делаем. Ну, наверное, это просто... Здесь больше юмор и развлечение, но мы, типа, всё равно это наше какое-то дело, во время которого мы шутим. Поэтому я могу понять, почему мы так с серьёзным лицом рассказывали рецепт, но по факту мы могли бы без этого даже делать. Ну да. Какие мы угарные. Сколько? Я... Знаешь, сколько раз я мясо делала? Ноль. Да. Поэтому я подошла. Просто не помню, я хотела позвонить маме, но мама купается, взял папу, я что-то у него не спросила. Что мама делает? Купается. Парится? Купается. А-а-а. Ну что, мама парится? Ну, Бибер играет, Бибер. Сейчас всё так изменилось, мы уже много раз готовили мясо, и ещё сейчас я такая, типа, мама парится. Сейчас это было бы уже не странно, потому что, ну, у нас есть бан, и, помню, да, 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 что-то... На тот момент вообще всё по-другому было. М-м-м-м. Сегодня год с концерта Бибера, сегодня год, как я Библидер. А я думаю, что у тебя в Твиттере, типа, сегодня практически мой день рождения. Я всегда поражалась тому, насколько ты фанат. Да, я тоже. Да-да-да. Ну, блин, я вообще не фанат всего на свете, да, я не такой прям лёгкий на фанатство, то есть нет такого, что каждый год меняю того, по кому фанатить. Ну, да-да-да-да, но как я в детстве у меня повелось, Джастин Бибер, так я и навсегда с ним. Ну, нет, ладно, сейчас уже такое. Нет, тебе просто кофе тоже выросло, и у тебя что-то такого нет, конечно, но раньше я помню, что ты просто сидела, смотрела интервью его в наушниках, плакала. В Грузии, конечно. Помню, да, и у тебя я как-то оставалась тоже на ночь, и ты плакала, сидела, для меня это было всё так странно, типа, как можно кого-то так любить, типа, какого-то Бибера, которого ты, по сути, ну, да, ты его увидела один раз, но... Ну, ладно, все люди разные, есть люди, которые вот могут любить. Тебе надо просто в детстве найти что-то, что будет тебя как будто бы вдохновлять. Мне просто, мне всегда кажется, что есть люди, типа, фанаты, а есть, ну, не фанаты, ну, как это объяснить? То есть, например, взять мою маму, я помню, она рассказывала, что когда там в её молодости, там, в нашем возрасте, не знаю, был этот Юра Шатунов, там девки просто с ума сходили. Просто, я не знаю, они там плакали, что-то там чуть ли не убивались вообще об стену от того, что они не могут там быть с этим Юрой Шатуновым. Моей маме всегда было фиолетово, да, она могла прийти на концерт, потанцевать на дискотеке, там, песенку попеть, ну, не так, чтобы фанатеть. И я тоже такая, типа, мне настолько на всех пофиг, типа, я увижу какого-то крутого артиста, ну, мне просто прикольно посмотреть, то есть, у меня нет такого, что... Это разная, да, вот, как-то характер, и всё такое, сто процентов, да. Но я помню свою историю, почему как раз с концерта Я Билибер мы с тобой пошли, мне так понравилось, так была впечатлена, то есть, я и до концерта слушала песни. Ну, ты просто слушала. Когда я его увидела... Ой, мамочки, что со мной случилось? Я приехала домой, я час лежала на полу в ванной, не в ванной, а на полу, типа, не в раковине, вот в этой большой, поняли, да? Да, я плакала, потому что я больше его, походу, никогда не увижу, и мы спустя пару дней от концерта поехали в Грузию, и поэтому я там тогда, ну, типа, на этой волне любви смотрела каждую чуть ли не ночь, там, вот эти вот его интервью и так далее, и прям плакала. Ты сейчас рассказываешь, я вспоминаю историю, когда я со Славой познакомилась, у нас просто такая мини-пауза, потому что есть о чём поболтать, и я вспоминаю, что, когда я со Славой познакомилась, у нас начались какие-то мутки, я думаю, что я испытывала примерно то же самое, что ты к Джастину Биберу, потому что я сидела и смотрела Слави на интервью, я слушала Седа, там, от начала до конца. Ты плакала? Ну, нет, тогда не надо сравнивать, у нас разное было, ты сильнее любила, конечно, это любовь. Ну, парит, типа, почему я, ну, только год Бибер, на самом деле, намного проще, люблю я его года три, три с половиной, четыре, где-то так, а Бибер прям ярый фанат, я после концерта. Кстати, ребят, некоторые писали, что, типа, ненавижу Пушман, она любит Бибера, я не люблю, ну, ладно, я не Бибер, но я люблю Бибера, но я его не фанат, на мне срать вообще. Ну, ничего не меняется, да, только ты перестала быть тоже такой лютой фанаткой. Ну, я выросла, конечно, ничего мне фанатеть-то, но хочу сказать, что это фанатство, оно многое мне дало, то есть это не пустое что-то, я из-за того, что хотела понимать, что он говорит, я как бы смотрела все эти интервью, это что-то, да, как бы, ну, внесло в мою жизнь, да. Было рвение, желание ещё лучше понимать английский язык, чтобы слушать его. Я выписывала, у меня был блокнот, я выписывала текста Бибера, типа, туда, изучала его песни, смотрела интервью, в целом мне хотелось, типа, знать английский, чтобы слушать его именно, знаешь, поэтому это не пустая фигня, и когда кто-то по кому-то фанатеет, в принципе, это неплохо. Вот сейчас, например, кей-поп популярен, с одной стороны, да, это странно, что так сильно фанатеют, мне кажется, они почему-то так сильно не фанатеют, блин, как по кей-попу, но многих это побуждает учить язык, корейский. Кто бы подумал, Катя Клем, 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 Клипла, да, и вот эти девочки, короче, куча девочек учат корейский язык только благодаря тому, что они хотят быть ближе к своим фумирам, и, в принципе, ну, это прикольно. Ну, это странно немножко, согласитесь, всё равно, ну, и не только с кей-попом. Ну, типа, понятно, что у всех разные вкусы и так далее, но, не знаю, я... Для меня... Не говори ничего плохого про кей-поп. Корейская культура для меня очень... Что это? Сердечко корейское. Только с ногтями не очень на сердечко похоже. Просто корейская культура для меня очень не близка, очень сильно не близка, я, ну... Вообще, ну, как бы, не знаю, ничего. То есть, даже если говорить что-то про Америка, да, там, даже британское, что-то какое-то, ну, как бы, да, это, наверное, всё равно мне ближе даже говорить про стиль какой-то, про еду, наверное, даже, если говорить о корейской для меня настолько всё не близко. Но я не говорю, что там у них плохая музыка, нет, наоборот, есть у них классная музыка, но вот я знаю прям одну, которую прям по радио, по-моему, крутят, и... Очень много крутят по радио. Ну, я просто не знаю, кто, где поёт, я не слежу за ними. Ну, вот есть у них какая-то классная песня... Ну, короче, вот это классно. И мне Слава тут такой недавно говорит, типа, я говорю, а, типа, а кто это поёт? Я просто подумала, это какой-нибудь One Direction, типа, очень похоже. Он говорит, так это же этот... ИТС. Да-да-да. Я такой, да-а-а. Я вообще офигела. Ну, тогда, респект, понравилось. Ну, вот одна песня мне очень понравилась, остальное просто не вникало. Ну, как бы, не, фанатеете от кого хотите, нам пофиг. Ну, да, я хотела ещё сказать, что в целом, мне кажется, мы с тобой больше такие... Ну, типа, нас тянет в Европу поехать, что это такое, в Азию. Например, Оск мечтает поехать в Токио. Ой, Слава в Японию мечтает. Да, а вот мне 20 раз в Париж, супер. Ой, ну, я бы хотела в Китай сгонять, посмотреть на всякие штучки. Типа, у меня... Сложно. Мне кажется, там очень сложно, там всё на китайских аэрогниках. Да, я слышала, что в такое место, если ехать, то ехать только вот, типа, с кем-то, кто прям знает язык и может... Потому что там на английском вообще не получится даже. Они даже не слушают это. Мне кто-то говорил, что там невозможно на английском даже в ресторане заказать что-то, потому что они даже это слушать не хотят. Говори на нашем. Ну, по поводу того, кто сказал. Мне кажется, я тоже это слышала, но они же, типа, такие самые прогрессивные, мне кажется, английские. Это то, что они обязательно учат. Но я думаю, это зависит от того, какой именно город и так далее. Чем более глубже, глубиночка какая-то, там по-любому, типа, говорите на китайском, вы приехали в нашу сторону, уважайте нас. А если говорить о каком-то центре, наверное, там не так, ну, я не знаю, я не была. И, если честно, вот не хочу. В Корее, правда, была два раза. Там, в принципе, прикольно. Но не могу сказать, что мечтаю туда вернуться, там, в третий раз. Вообще нет. Хотя там очень круто, прям суперски было. Но вот в Париж в двадцатый раз я бы поехала. Ну, не в двадцатый, а какой там у нас большой раз. Пятнадцатый, типа. Ну, нет, ну не пятнадцатый. Ну, дофига. Ну, да. Ну, шестой, пятый. Ну, да. Он клёвый, да, но плевать вообще. Мне нравится его музыка. Вот. Вливай масло. Немного, вот столько вот. Ну, да, немного надо. Да ну, вот. Так оно сейчас разольётся, всё. Ну, помара... Я в шоке со своей прическе. С твоей, конечно, тоже. Ну, у тебя просто такой причесок, как будто ты из психушки выпустили. Просто распущенные волосы, неухоженные. Ну, да, типа, не причесанные, как будто, а вот именно такой, знаешь, как будто ты вот просто, я не знаю, вот так вот связанная ходила, вот с такой вот прической, а у меня просто, ну, не знаю, у тебя хоть как-то смешно хотя бы, если представишь, что тебя из психушки выпустили с такой прической. Ну, нет, извини, братка, мы тут не обижаемся. Мы тут подкалываемся. Я просто превышала на реакцию. Ну, типа, ну да, неухоженную. Если тебя сравнить сейчас, ты в кадр не встанешь, благодаря Ты понимаешь, тут даже хвост сделан так, как будто бы я ногами его завязывала. Ну, типа, это вообще очень странно. Ну, типа, м-м-м, фу. Клёвая песня. We are on tonight! Мы берём картошку, чистим, мы засовываем её в кастрюлю, заливаем водой. Так, чтобы она полностью. Да, картошку, чтобы накрывала, и всё, не больше. Солим. Ставим на несильный огонёк, ждём до того, как она начнёт кипеть. И потом мы прищемленная. О, вот это слово, которое я искала. Да, да, реально. Купили, порезали. Мы купили телятину, нам без жира, без костей. Порезали её на такие. По-моему, я до этого была у стоматолога, поэтому я делаю вот так и вот так. У меня тут анимевшая, я вспомнила сейчас. Но я вообще и без стоматолога могла бы так сделать. Ты выглядишь, как будто тебя из психбольницы выпустили. Ну, типа, это, конечно, мы стебёмся, прикол. И как бы, ну, просто шутка, потому что смещено, отстаньте, если что, не пишите там всякое в комментариях. Просто у тебя такой хайр, реально. Хайр обычный, просто не собранные волосы. Ну, я расчёсываю. Из-за того, что они очень пушистые. Вот если представлять чувих, который в психушке сидит, у меня вот такой притч сам представляется. Ну, мой, ладно, тоже некрасивый. Господи, я же об этом тоже говорю. Какие очки. Да. Очки, да. По всем трендам 2015. Да. Помню, какие у тебя были некрасивые до этого. А тут такие красивые. Я постоянно думала, блин, молодец, какая. Мы купили телятину. Нам без жира, без костей. Порезали её на такие кусочки. Потом засунули в кастрюлю. Немножко влили подсолнечного масла. И без воды, без соли. Такую вот. Поставили. Минут 20, пусть она там варится. Я потом открываю. Вот. Минут 20 она варится. Потом я открываю, смотрю. Если там достаточно воды, которая выпустила само мясо, то я закрываю. И можно вроде как посолить. Потом я закрываю и пусть ещё там побудет. В общей сложности мясо варится целый час. Единственное, что мы туда добавляем, это масло, соль. Можно приправы, наверное. Но мы не будем этого делать. И в конце мы будем обжаривать лук. Берём два лука. Одеваем их на себя. Нет, на самом деле. Режем... Смотрим на них и плачем. Режем в сковородку отдельно. Ну да, нарезаем, короче, в сковородку. Добавляем масло подсолнечного. И жарим до... Нам хватит? Добавляем какое-то время, короче. Да. Смешиваем мясо и лук. И всё. Ну, вы видите. Надеюсь, у нас будет вкусно. Иначе будет обидно. Во всяком случае, есть салат, который точно получится офигенно. Да по-любому! Я салат второй раз сделала. Самый обычный салат. Кстати, удивительно. Видео твоё, а я говорю, раза в два больше, чем ты почему-то. Не знаю. Может, ты отвечала за мясо, и там больше тем для разговора. А ещё знаешь, что заметила? Там у меня хвостик. А у тебя распущенный. А сейчас мы снимаем наоборот. Но мы не знали, что мы будем снимать на это видео. Просто так вышло. Стоит из огурцов. Помидоров. И мы возьмём перчик. Азизос. Вот такие вот дела. Помидорки. Не только Азизос, а Зазис. Да. Азаза. Азазизос. Азазизос. Азазазазаза. Мы постоянно это говорили. Это был тренд того года. Типа, не помню даже почему. Вроде это объяснялось тем, что буква З и Х рядом находятся. И иногда, когда хочешь посмеяться, ты пишешь Азазазаза. И мы так и говорили. И из этого уже родилось Азизос, Азазис. Я не помню, как это родилось. Просто мы вот эти вот штучки зачем-то выбрасывали постоянно. Да это фигня. Мы недавно ехали на дачу. У меня Вива сидела на ногах. Я кушала у Макдональдса. У меня сырный соус на Виве на голову. А у меня такой Вивочка. Мамочкина. Извини. Мама просто хотела подсластить собачку, чтобы скушать потом. Ну там маленькая капелька была. Моем, 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 моем. Так, сейчас я буду мыть перчик. Один? Один. О, что записанка? Не знаю. А, знаю. Старичу. Да, Майли Сайрус, да. О, боже, как я ее любила. Как ты это сказала? Так агрессивно режешь. О, боже, как я ее любила. Я просто капец. О, боже, как я ее любила. Что сейчас заиграет? Наш салат готов. Посолить и мясо. У меня тарифка. Не знаю. Конечно, я не знаю. Все, надо. Один, 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 брокер. Мой уровень английского. Один. У меня до сих пор так. Что вы понимали? Я так песни пламя на английском. Ожидай. Ожидай. Ногти мои только не снимай. Нам повезло, что это зашло. Я не знаю, как это зашло. Это вообще самое странное. Мы очень странные. Спасибо вам, кто из тех времен, на самом деле, если бы не вы, мы были бы не мы. Ну, наверное, это все-таки смешно. Да нет, если мы даже улыбаемся. Просто сейчас нам стыдно. Ну да. Ну, мне, по крайней мере, точно, за какие-то там моменты. Ну, хотя не то, что прям стыдно, прям, типа, жесть. Если бы мне было очень стыдно, я бы не снимала на эту реакцию. Ну, как бы просто такое, типа, ээээ, такая странная, ну ладно. Да, 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 мне то же самое, да. Шутки такие, вот эти вот движения какие-то. Ну ладно, ну ладно. Ну типа такое. Даже Эмбер готовит. А что ты с волосами на кухне тресешь? Что мы потом еду ели с твоими волосами? Ну и все, что вытащишь? Ну ладно. Вот, короче, петрушка нам нужна будет для того, что... Короче, когда сварим, когда сварится и мясо будет готово, и... Просто для тебя очень важно, чтобы, ну, все было по рецепту, чтобы люди услышали рецепт. То есть я такая, типа, ну вот огурец, помидор режем, все, салат готов. Ты такая, ну, короче, петрушка у нас, нам очень важно, чтобы когда петрушка, когда у нас сварится вот это мясо, которое мы сначала заливаем маслом, потом час ждем, потом нарезаем квадратиками такими, нам его надо сначала было купить, ну, вы сами помните. Ну, типа, знаешь, ты так прям очень стараешься, чтобы именно, ну... Люди так же приготовили. Да, то есть, короче, у тебя цель, у тебя понимание этого видоса того, что мы снимаем кукинг, чтобы люди умели готовить так же, да, могли бы рецепту нашему сделать, а у меня просто, типа, ну, что-то готовим, типа, угораем просто. То есть у нас поэтому, наверное, мне кажется, что ты еще больше говоришь, но не знаю. Вообще, хочу еще добавить, что когда мы поняли, насколько хайповое видео в целом, вот, кукинги наши, с течением времени, я наоборот стала тебе говорить, что, типа, людям вообще все равно на рецепт, давай просто угорать, слушать музыку и как-то шутить. Да. Хотя, чем взрослее мы становились, тем более качественно мы показывали рецепт, хотя, по факту, я уверена, людям вообще все равно на него было. Ну, ты знаешь, например, я вот какие-то видео, которые с мамой снимала, кукинги, те же блины... Не-не-не, ничего не попало. Те же блины я по маминому рецепту из своего видео кукинга готовила. Не, ну, кто-то понятно, да, но почему кукинги эти имеют такую большую, как бы, популярность, а видео, где мы по-серьезски готовили уже в более взрослом возрасте... Ну да, потому что мы там не угораем. Я считаю, что надо так, ставить бутылку вина. Почему у нас ее нет сейчас перед нами? В смысле, ты за рулем, во-первых. А если что, ты готова выпить? Ну нет, рано еще, мне еще другую реакцию снимать. Ну все, я просто могла воска попросить меня забрать. Ну вот, сейчас будут негативные комментарии. Юля, плохая. Ты могла бы начать с 20-20, уже не так уж и рано, я считаю. Ну да, но я просто люблю с едой, я бы сначала получила чипсы. Ну-у-у-у-у-у. А если бокал? Ну, не знаю, если, может быть, тёск не может. Мне кажется, это и того не стоит, это надо сразу садиться с вином. И у меня сыра, косички нет, вообще не знаю, как мне сегодня снимать реакцию на слайд-канал без сыра. В Яндекс-лавке есть, интересно? Да. Так, продолжаем. Картошка выложить и, типа, сверху мелко нарезанную зелень, типа, посыпать, типа, красиво, типа. Ты, как умер, как у меня. Ну как режешь? В общем, приветик. Приветик всем. Карина, я хочу, чтобы ты поправила у меня волосы. Это шеф-повар, это уроки шеф-повара. Юлий Пусман и её подруги. Алло. Салют. Берём яичечко. И вот это, смотрите, какая хирня, значит. 200 грамм творога, но и процентов. И ещё, мама обычно мне делает с таким творожная масса, она, типа, сладкая, и от этого необязательно добавлять сахар. Ну, салют, добавляю немножко. Конечно, мы жирные. Получается, 200 грамм. Чем больше стыкнуть эмоции. 200 грамм обычного творога 0%, 100 грамм творожной массы, чтобы добавить меньше сахара, одно яйцо и мука. И я скрестила пальцы, надеюсь, что у нас есть. Конечно, есть. Я, по-твоему, похожа на человек, который живёт без муки. Ну, смотри, как он опускается няшно. Понял? Да я знаю, откуда это. Расскажи. Я смотрела Моран Дэйс. Мы смотрели Моран Дэйс. Ну, да, этого. Максу просто 500. Он так делал, я не знаю почему. Да, и почему-то я тоже так делала. На самом деле... Мы любили его влоги очень сильно. Да, я думаю, что вот эти все... Я просто такой человек, вот, типа, мне кажется, я это в какой-то степени какой-то собирательный образ. Всего того, что любишь. Да, там Каха какой-нибудь, какие-нибудь ещё приколдессы, там какие-то разговоры в Грузии, приколюхи, там вот на грузинском языке, вот эти акценты какие-то, какие-то там мемчики, кого-то из блогеров смотришь, какую-то вот фишку какую-то перенимаешь тоже. И получается один другого человечек. Ты что? Нет, ничего не делала. И я... Вива, тебе надо вот так лежать, с этим ртом, чтобы тебе чипов досталось. Я, как бы, да, вот я иногда смотрю, я понимаю, что, типа, ну, это не то, что не я придумала, а это просто... Ну, это нормально. Это нормально, мне кажется, каждый человек такой. Да, когда ты дружишь, общаешься с человеком, вот у меня даже сейчас есть, типа, какие-то вещи, которые я часто говорю, какие-то приколюхи, это тоже там не то, что... Это я не знаю, вот это реально, я не знаю, кто так сказал. А, бабушка, может, сказала что-то такое. Оно похоже. Бабушка, да, бабушка моя могла что-то такое сказать. Да, да, да. Типу, ну, извиняйте, дядьку, я это постоянно зачем-то говорю, я не знаю, мне так смешно. Во-первых, я не дядька, что с херня, но это так смешно. Ну, да. Зайка! Я держу! Прыгай! Нет, ты не имеешь дома такого. Давайте сниму. Ну, сладенький. Это масло сырковое? По-моему, да. Уважаю, Кукин, снимаю. Мы такие кисли, кусятины. Еще одна. Две столовые ложки муки. Мукой, да. Можно яйцо я разобью? Да. Ура, спасибо, мама. У меня проходит губа, и мне так нравится это. О, даже написала. Да, ты вспомнил. Реально написано, что заморозку делали. Завтра будут форочки с фотосета. С какого? А из-за какие вось? Из-за из-за... Пока я мешаю творог с лукой, Юлий будет бить яйцо сюда. Берем нож, аккуратно только, дети, смотрите. Ну нет, так не делается. Ну что со скорлупой сожрешь, вытащишь. С волосами же я должна есть. Здесь на папу в моменте была похожа. Я очень странная девочка. Именно вот какой-то манерой, типа, ничего, выта, и ладно. У тебя тут кусочек мало. Скушай. Надо перекушать. Вручи биберу мне. Мы приготовили тесто для сырников, значит. 300 грамм творога, одно яйцо, 2 столовые ложки муки. Ну, чуть-чуть с горочкой, но небольшой. Ты такая заучка, знаешь, как отличница в школе. Ну, сейчас понимаю, почему тебя больше любили. Извини, перебила. Почему? Ты так думаешь? Смотри, что это такое? Я тут учу людей, как готовить, а ты просто приходишь, шутку, говоришь и уходишь. Не, ну, слушай, у нас со Славой тоже, типа, знаешь, каждый выполняет свою функцию в коллективе. Скажем, ну, как-то волосик. Вирчик, не смотри. Она с нами уже все видео. Гордишься ей? Да. Устала. Да посмотри на нее, она устала. Я же ей даю спать, пожалуйста. Шагер готылы нет. Взяла громче. Блин, я так люблю тебя за то, что ты взяла Тик-Так. Смотри, там картофан что-то веселится. У нас такие странные отношения, потому что мы можем, типа, творить какую-то очень няшную дичь, типа, обниматься, танцевать. Сейчас не обнимаемся, кстати. Да, реально мы это не делаем, ну, не делим. Давай! Я тебя сбила с мысли, ты что-то другим делаешь? Да, то, что у нас такие странные отношения, что мы с тобой, мы с Кариной не целуемся в щечку при встрече, типа, не обнимаемся. Знаете, ну, вот есть подружки, с которыми я такая, типа, ой, там, я никогда Карине напишу, типа, дорогая, привет. Ну, типа, никогда. Ну, при этом я всем остальным, ну, не всем прям, но есть у меня там люди в жизни, там, подружки, знакомые хорошие, которым я всегда обязательно пишу, дорогая, привет, как ты? Ну, типа, вот так вот. Никогда мне не пишешь, что я рада. А, какая дорогая? Везли, эй, здорово! Типа, чё, где ты? Да мы даже не всегда пишем привет, там, просто, типа, Ну, не, я тебе бывает пишу. Да посмотри на эту, ты маленький. Милечка, будешь смотреть, моя рыбка? Такая у нас пара. Мы пара. После где-то 30-20 минут мы решили посолить немножко наше мясо. Солить, ну, ну, как на вид, что мы, как бы, все могут подсидеть. Итак, у нас прошло 20 минут. Не на глаз, не так на вид. На этот вид весь посолить. Так вот, странные мы, то мы друг друга, ну, не то, что ненавидим, типа, жестко подкалываем, то мы обнимаемся, делаем какие-то милые вещи. Мне кажется, это суть подружек лучших. Ну, после кипения картошки, и сейчас она уже готова, и достаточно мягкая, мы можем ее снять и пах. Ну, ладно, паховать пока рано, но все-таки снять уже можем. Я открою холодную, чтобы трубы не прожечь. Все, я украшу. Смотрите. Теперь это не просто какая-то домашняя картошка, это искусство, сучка. Мы сейчас будем брать в руки тесто, которое мы приготовили, но оно липкое, поэтому мы должны взять муку и обмочить свои руки в муке, чтобы оно не приливало к нам. Я так положаю, нам нужно... Этими же руками будем готовить. Просто теперь слепим вот это. Держи, Ёль. Кушай. Да. Ору. Сковородку поставим разогреть. Добавить. Кулацем. Я сейчас сюда. Кокс. Что он здесь сделал? Он уже лежал по нижней полке. Торсей. Как здесь оказался кокс? Да, наверное, только... Блин, просто они должны быть все одинаковой толщины, из-за того, что если они не будут такие, то одни подгорят, а другие нет. Женщины. Ладно. Короче, суть в том, что вы муке в муке и кружочек мотаете, а потом... Угу. Да? Большая моя, а? Ты их так сильно не расплескивай, поближе, точнее. Да, да, женщина. А их переворачивать же не надо? Надо. Да! А кто это делать будет? Ну, я, мама. Ты с мамой поговори об этом? Она может приехать? Она и я, и я, и я, и я, и я. Кстати, это моя любимая песня Френдов. Привет, Паш. Подожди. Подожди. Милочки, вверху. Это все? Да. А-а-а. Похоже на меня. Я немножко обдрызгалась. Обдрызгалась? Именно обдрызгалась. Знаешь, что мне писали? Ты пишешь. Карин, сделай, пожалуйста, видео о том, как ты делаешь свой пучок. А-а-а. Итак, внимание. Я прокидываю волосы. Ну, просто не у всех, получается. Вот у меня была одна комната, у нее очень круто. Да, все. У меня получилось делать пучок. Да, я была еще в одном лагере, но это уже было в Подмосковье, и там не было такого дикого тусача, как в Болгарии. Там было все вообще по-обычному, неинтересно, типа 7 утра подъем, 8, зарядка. Меня туда тоже не пустили. Дичь. Ну, ты немного прям подсверяла, хотя прикольно все равно вспомнить какие-то такие суки. Короче, там я познакомилась с одной чувито, с которой мы долго потом дружили даже, и она делала офигенный пучок. Я не знаю, мне кажется, этот волос зависит от чего-то вот, ну, типа, по сути, что мне мешает, сделать тоже классный пучок. Но у меня получается другой абсолютно пучок. У меня не получается такой пучок. Мне кажется... Извини. Не, все. Мне кажется, важно не помыть голову бальзамом, потому что когда ты бальзамом моешь, они более такие гладкие, а когда бальзамом... А ты что, хочешь сказать, ты тут бальзамом не мыла голову? Слушай, я могла, я же лентяйка, вроде бы и вышла. Но дело не в этом. Я уверена, что пучок на более такие грязные, текстурные или не на бальзамленные волосы будет гораздо лучше и такой вот в том числе, чем когда ты делаешь себе гладкий волос. Так что попробуйте. Лайфхак-то хороший. Потому что у нее волосы были какие-то, ну, я не знаю, прям под пучок. То есть, ну, может, мягкие слишком, может, слишком твердые. ХЗ. А вот у меня так не получалось. Еще раз. И можно. Скорее, Марина, вот что у меня делать? Все. Смотри, я начинаю шею. Давай ближе. Начинаю шею. Опустим. Мне кажется, я не выкупила, что ты меня троллишь. Волосы. Опускаем, да. Все, что ли, так? Видишь? Да, ничего так. Почему-то по-другому. Что-то еще играет. А сейчас ты как делаешь пучок, ну, да? Я вообще особо не делаю. Реально? Почему? Я не умею делать пучок. До сих пор. Все, реально. Ладно, сейчас у тебя резинка есть. Сейчас. Сейчас попробуем по этому видео сделать пучок. Я сейчас с нарушенными волосами так и не научилась делать пучок. Но это из-за капсул. Они болят и не очень приятно становятся. Но когда у меня нет капсул, я кайфово делаю пучок. Это одна из самых красивых причесок модных. Подожди, ну, у тебя было столько фоток крутых с пучком модным. Ничего не видно, встань. Я же тебе говорю, у меня всегда получается какая-то лажа. У меня так пучок... У меня, знаешь, когда пучок офигенный получается? Просто... Когда башка очень грязная. Нет. А когда? Когда я просто просыпаюсь и на отвали делаю пучок, чтобы пойти зубы почистить. Ну, сделай сейчас ещё раз. На отвали только. На этот раз. Ну, не всегда получается, но иногда получается, когда на отвали. Ну-ка ещё разок. Просто суть в том, что он должен быть расслабленный. И волосы должны все собраться в пучок. Может быть, попробуй другую технологию? О, да, давай. Сейчас. Да что ж такое? Ну-ка. Можно я попробую? В смысле, тебе сделать? Треть. Они у меня как будто... Как будто он должен быть более расслабленный. И... Ну, попробуй. У тебя руки чистые. Чистые положи. Ладно, я голову сегодня мыла. На. Я никогда никому не делала пучки. Я как девочка из звонка. Ай. Блин, я уже хвост делала. Подожди, сейчас. Это всё за фигня. Смотри, ногти не сломай. Ай. Терпи. Нет. Ну, кстати. Ну, нет. Себе легче. Да, я не знаю. Это как-то сложно всё. Нифига ты взяла. Это круга. Ладно, не получилось. Спустя года. Да. Себе легче готовы, сученька. Много нога. Много нога. Пуча генца. Пуча... Пуча генца. Браво. Пуча генца. Браво. Пожалуйста. Весь лук. Я мешаю лук. Я мешаю лук. Повар, справа Повар, какова моя профессия? Не милиционер Нееет Отвечаю, повар Я повар Блин, раньше вообще такие другие приколы были в интернете Демотиваторы или демонтиваторы Демотиваторы, по-моему Не знаю Ну, сегодня в этом, да, реально вообще какие-то Ну, хотя нет, да сейчас тоже много всяких приколов тупых, смешных Типа, ну ничего страшного Типа, вот это как раз-таки Один из таких приколов, которые раньше Вот, вот, похожи Ну, типа, прикольно Имя Ибрагима, мама что-нибудь говорит? Да Ханс Бобер Это классно, это очень классно Повар Ну-ка Повареночек Короче, вот мясо, мясо офигенное, ребят Просто Шикарнейшее Добавим немножко Да ты чё, вообще Да У нас так, как-то, на везде смазка все Тогда закидывай туда Ммм 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 Стоит ли? Конечно Ну давай Убери хотя бы камеру Не будем мешать Я же повар В общем, отсюда Короче, отсюда Мы Переложили сюда Посыпали немножко зеленью Вот Все Мы все Мы все Зелень Сейчас начнется трапеза И, кстати, мы будем кушать сырники с Эмм Гущенкой Ммм Мамке понравится Если до нее останется Видео Да Так-то не останется Прости Спасибо, что смотрели наше видео Надеюсь, вам было интересно и весело И вы научились Посмотри на свой чехол Типа инстаграм Да, мне, кстати, это нравится больше, чем новое все еще Могу сказать Хотя я уже привыкла Ну, иконка, да Ну, да То такое, типа, как под старину Как именно камера старинная Как будто бы Ну и так, и так красиво на самом деле Ммм Кому-нибудь хорошему Хорошему Вот Так что Вот, собственно, это и все Всем пока Потом расскажу про фильмы Ной Который я недавно посмотрела Также хочу Ну Круто Да Ну не то, что ты стыдно Вот это не тот кукинг лютый С рыбой, по-моему С рыбой у нас лютый Я до сих пор угораю Вспоминаю прикол Дессы Когда мы кушали рыбу Я так говорю Я рыбе говорю Спасибо, рыба Ты милая Ты вкусная А ты рыба вкусная Спасибо тебе Ну, типа, это такой прикол Просто смешно Благодарите рыбу Мы ее съели Но она была Рабина вкусная Ну, короче, да Вот он кукинг лютый Если захотите, чтобы мы сняли еще реакции на наши старые видосы То обязательно ставьте лайки Подписывайтесь на канал Карина Зайдите по ссылке Посмотрите видео Карины Там вообще угар Потому что в конце мы делали меня лысый А что из этого получилось? Ну же, зайдите и посмотрите Поставьте лайки Оставьте комментарии Пишите, если хотите, чтобы мы снимали реакции На наши старые видосы Да Предлагайте другие идеи Помимо реакций Надеюсь, что вам все понравилось И подпишитесь на наши инстаграмы, телеграмы Все ссылки найдете в описании Всех любим, целуем и обнимаем Тебе понравилось? Да, мне очень понравилось Это на самом деле не так страшно Это вообще не страшно Просто сидишь, жрешь, кайфуешь, смотришь Я не про реакции Я про видео Реакции тоже понравилось Но мы уже их снимали То, что есть чипсики Мы просто по-другому их снимали Мы просто сидели Как-то было более А сейчас так просто сидишь, как обычно Есть схема налаженная, типа, реакции И поэтому я просто такая Привет, я в вашу схему влечу немножко Следующую реакцию Снимаем обе с вином Но нужно сделать много лайков Сколько? Я уж не знаю Я уж такое не прошу Надо Это как-то 15 тысяч лайков Ну, это вообще минимум Вот, мне кажется, спокойно Вообще-то, видосы нормально собрать могут лайки Ну да, по-братски просто вот это вот, ну Жадными не надо быть Ставьте 15 тысяч лайков Это немного Это вполне себе вообще элементарно Поставьте И тогда мы снимем еще реакцию Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok